Олимпийский массив Квартиры для 50 тысяч жителей за 30 миллиардов рублей построят в городе шахты Первый резидент Красносулинского индустриального парка Американская корпорация Guardian завершает амбициозный проект Лучшие из лучших имена победителей конкурса «Бизнес Дона» назовут в октябре Заявки на участие принимаются до 15 августа Кубернаторскую сотню инвестпроектов может дополнить жилой комплекс «Олимпийский» Программу строительства 14 новых микрорайонов в городе шахты одобрил Совет по инвестициям Окончательное решение о включении в перечень приоритетных проектов за главой региона Подробности далее в нашей программе Комплексная жилая застройка в приоритете у руководства области Тем более если речь идет о шахтерских городах «Олимпийский» необходим для развития всей территории восточно-донбасской агломерации Центр которой – город шахты Инициатором проекта является администрация города шахты Фактическое освоение жилого района «Олимпийский» практически начато уже ранее в 2019 году с началом застройки микрорайона номер 3 на основе ранее утвержденного проекта детальной планировки До 2013 года реально построено уже 5 многоквартирных пятиэтажных жилых дома общей площадью 26 тысяч квадратных метров В текущем году построят еще 6 домов Общая стоимость проекта – 30 миллиардов рублей 6 миллиардов необходимо потратить на социальную инфраструктуру Каждый микрорайон планируется обеспечить двумя детскими садами вместимостью от 80 до 200 мест и школы на 800 тысяч учеников Кроме того, в составе района планируются различные объекты обслуживания населения, пожарные депо, киноконцерт, киноцентры и так далее Отвечаем на именование района «Олимпийский» в микрорайоне номер 9 Предусмотрено к реализации школы спортивного мастерства с комплексов крытых спортивных объектов, включая плавательный бассейн, скейт-парк До 2027 года на 350 гектарах планируется построить 860 тысяч квадратных метров жилья Олимпийский рассчитан на 19 тысяч квартир Губернатор ее поддержал, мы все кисти против площадной застройки Ничего она короткая, точная застройка не дает нашим городам и поселкам, и Ростовам, и Шахтам Это новая территория, это хороший проект, но эти 900 миллионов губернатор поддерживает Надо сегодня приливать ноги всем этим деньгам, ставить проекты, ставить наши программы Если построить по каким-то причинам, что-то не получается, чтобы мы не охладили к этому проекту, надо двигаться Дема очень хорошая На инженерную инфраструктуру будет выделено 900 миллионов бюджетных рублей Земля будет предложена на аукционах, победители которых и построят жилье, отметил вице-губернатор До конца года на торги выставят право аренды восьми участков Совет по инвестициям рекомендовал также включить в губернаторскую сотню еще один шахтинский проект Это завод по производству теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов стоимостью полтора миллиарда рублей Мария Индрикова, Станислав Оменко, Главное, Бизнес И в проложении темы в Ростовской области завершается реализация еще одного инвестпроекта из губернаторской сотни Американская корпорация Guardian к сентябрю запустит последнюю линию по производству флаат стекла в Красносудинском индустриальном парке Сейчас там уже ведутся пусконаладочные работы На одном из крупнейших стекольных заводов в мире побывала наша съемочная группа Высокотехнологичное блюдо по заокеанскому рецепту С конвейера после обработки выходят солнцезащитные материалы для фасадов домов и энергосберегающие стекла для окон Благодаря нанонапылению летом они уменьшают поступление в дом тепла по сравнению с обычными образцами вдвое Зимой все наоборот Guardian стекло Ростов хоть и стал в России вторым предприятием компании, первое появилось в Рязани Является беспрецедентным проектом и по характеристикам производства и по финансовым вложениям В сутки здесь выпускается 900 тонн флаат стекла Общий объем инвестиций оценивается почти в 8 миллиардов рублей Отдачу от нового производства уже почувствовали и жители Красносудинского района В заводе создано более 300 рабочих мест, из которых 90% отдано местным жителям На это производство попадало очень стремилось большое количество людей Но по собеседованию прошли не все, соответственно После того, как мы прошли собеседование, нас отправляли в Рязань на стажировку У меня была стажировка 6 недель И после этого опыт, который Таймай получил, в дальнейшем с этим опытом приехал сюда Запуск в эксплуатацию последней линии даст еще несколько сотен новых рабочих мест И позволит производить 10 миллионов квадратных метров стекла в год В целом реализовать проект полностью удалось в рекордные сроки С момента закладки первого камня прошло чуть более двух лет Ускорить строительство завода позволило соглашение о сотрудничестве между руководством компании и правительством области Для нас было важно и очень логично построить завод на юге России Для того, чтобы поставлять нашу продукцию в соседние страны Украину, Республику Беларусь и так далее Мы вели переговоры с руководством Ростовской и Волгоградской областей Краснодарского края Но учитывая все обстоятельства и цены, мы выбрали Донской регион Здесь нам предложили самые лучшие условия Завод по производству стекла стал первым проектом в Красносулинском индустриальном парке Но благодаря созданной инфраструктуре, говорят специалисты Здесь появятся и другие предприятия В целом на территории области уже насчитывается целый ряд высокотехнологичных крупных производств Которые помогают создать новые рабочие места и привлекают в регион дополнительные инвестиции Все, что модернизируется, это не только по предприятиям с госучастием, но и по частным В общем-то люди берут достаточно современное новое оборудование Которое требует и обучения, и новых даже специальностей Квалифицированные сотрудники нужны не только новым предприятиям, но и уже существующим Которые прошли путь к модернизации производства Сейчас специалисты вместе с вузами уже решают эту задачу Анна Туполева, Екатерина Лободина, Станислав Фоменко, Андрей Токарев Главное – бизнес В октябре станут известны имена победителей ежегодного рейтингового конкурса «Лучший предприниматель Дона» А пока областной департамент инвестиций и предпринимательства продолжает прием заявок от бизнесменов И напоминает, времени осталось совсем немного Лучших предпринимателей на Дону выбирают с 2004 года Тогда учредили три номинации, сегодня их уже шесть По словам организаторов конкурса, с каждым годом бизнесмены становятся все активнее В 2011 на конкурс было подано 445 заявок В 2012 уже почти 500 В этом году организаторы рассчитывают на еще большее количество Мне приятно сказать о том, что наибольшую заинтересованность сегодня конкурсу выразили муниципальные образования сельские А именно наибольшее количество заявок мы уверены, что поступит А сегодня готовят документы, это 11 заявок Орловский район Кроме этого, такие муниципальные образования, как Веселовский, Заветинский, Зимовниковский, Тацинский, Дубовский, Шолоховский Готовят уже по пять пакетов документов для участия в конкурсе Соревноваться бизнесмены будут по отраслям Лидеров выберут в сфере услуг и торговли, сельском хозяйстве и промышленности Определят лучшего предпринимателя и лучшую бизнесвумен Члены жюри лично посетят все предприятия для знакомства с участниками Главный критерий отбора призеров – убедительные темпы роста оборота компании Везукоризненная налоговая отчетность и полный соцпакет сотрудников предприятия Все победители получат денежные премии Впрочем, по словам конкурсантов, самое главное – это признание успехов их трудовой деятельности Это идея того, чтобы обратиться к государству и показать, что мы есть Мы стараемся работать правильно, честно, платим налоги, поддерживаем какую-то социальную структуру Стараемся сделать так, чтобы вокруг нас жили счастливые и довольные люди После каждого нового конкурса, в котором я участвовал, у меня появляются новые какие-то контакты, связи Люди выходят на меня с вопросами, с пожеланиями, с привлечением клиентов Это такой симбиоз большой предпринимательского сообщества с властью, который действительно работает И вот этот конкурс – он просто такой мост, который переводит вас на ту сторону и открывает новые перспективы даже Имена победителей назовут 12 октября на церемонии вручения ежегодной премии «Бизнес Дона» Мария Индрикова, Анна Туполева, Андрей Коробко – Главное – Бизнес Удобно, быстро и недорого Производитель удобрений с мировым именем компания «Фосагра» модернизирует производственные площадки в Ростовской области Обновленная линия уже работает в Сальске Об особенностях работы с клиентами шла речь на специальном семинаре Подробности далее в нашей программе Донскому региону богатые и стабильные урожаи обеспечены В области работают мини-заводы по производству сбалансированных многокомпонентных смесей удобрений Их называют «тука-смеси» Установка позволяет создать такой минеральный комплекс удобрений, которые подходят определенной территории Инвестпроект был запущен на Дону еще в 2003 году Пришло время модернизировать производство и добавить новую технологическую цепочку по фасовке минеральных удобрений, которые приходят россыпью Нашему клиенту удобно работать, потому что, первое, это наши минеральные удобрения от производителя, потому что мы группа компаний производителей этих минеральных удобрений Во-вторых, вся продукция сертифицирована по международным стандартам В-третьих, весь технологический комплекс, который на базе сегодня присутствует, он обеспечивает необходимую потребность и в объеме, и в качестве минеральных удобрений С июля этого года в сбытовой компании начинается ребрендинг Для корпоративной солидарности и идентификации теперь названия всех филиалов будут начинаться с номинования головной компании Ростовский филиал будет называться «Фос Аградон» Мария Индрикова, Юрий Санкин, Главное – бизнес И на этом наш выпуск завершен До встречи на нашем канале завтра в это же время Главное – оставайтесь с нами Над образом ведущей работали стилисты Центра парикмахерского искусства «Космос» Ольги Берберян Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова